Вот и появилось у нас больше времени для влогов. А всё почему? У меня подтвердился коронавирус. Несколько дней назад у меня пропали запахи и пропали вкусы, и я в свой первый день болезни пошла сдавать тест в клинику платный, чтобы быстрее получить результат. И пока я ждала результат, я уже убедилась в том, что я, скорее всего, заболела коронавирусом, потому что у меня реально пропали все вкусы. Сейчас они восстановились, и я очень рада. Именно в этот момент я захотела круассанрул, старбакса, кофе, хотя до этого я вообще ничего такого не хотела. Каждый день у нас проходит на самоизоляции очень круто и очень спокойно, и мы с Рустем занимаемся разными делами. Прямо сейчас он играет в GTA, и я вместе с ним. И вот уже как полдник мы пьем витамин С. У нас вообще все распланировано. Также мы пьем цинк. Вот витамин, который мы пьем, растворяем. Шпучи таблетки. Также вот у нас витамин D3. Здесь 2000 мг, мы каждый день пьем 10000. И нам врач из скорой помощи подарил три упаковки таблеток. Две орбидол и один коронавир. Мне прописали пять раз в день полоскать горло. Рустема нет. У меня все в очень легкой форме проходит. И последнее, что я пью, принимаю, это капли. У нас разные упаковки этих капель. Называется генферон. Мы принимаем очень много витаминов, как вы видите. Рустем еще пьет спирулину. Свящаемся витаминами. И я вот уже совсем чувствую, что выздоровела. Возможно, первые дни для меня были самые сложные. Но я тогда и не особо понимала, что я заболела. Сегодня 23. И нам нужно сидеть еще неделю дома. Я рада. Я буду спокойна только, когда у меня будет отрицательный тест. Потому что болезнь у меня иногда может развиваться так, что ты неделю ничего не чувствуешь. И потом на следующей неделе у тебя начинаются какие-то осложнения. Но из-за того, что я нервничала, я не особо чувствовала болезнь. Потому что когда ты нервничаешь, ты ничего не чувствуешь, кроме того, что у тебя адреналин постоянно поднят. В какой-то день я приехала после работы. Это был очень жаркий день. Было 30 градусов. Я почувствовала, что у меня притупились запахи. День назад, до этого, я мыла квартиру. И поняла, что, может быть, они притупились из-за запаха вот этого средства для мытья полов. Но вечером позже у меня притупились вкусы. И на следующий день я заказала даже себе доставку из Макдональдса. И я не почувствовала ничего. Я не была аппетита в тот день. Меня тошнило. И я сдала тест. И следующие два дня я была в таком болезненном состоянии немного. Потом тест пришел, и я уже не была в болезненном состоянии. Плюс у меня заложен нос был в первый день. И ощущалась какая-то боль. Все, больше ничего. А сейчас ко мне вернулись вкусы. И возвращаются запахи. И я очень голодная. Я вообще полюбила есть как будто бы заново. Потому что это так странно. Я даже заказала Макдональдс, и я его не чувствовала. У Рустем сегодня пришел отрицательный тест, что очень странно. Сегодня я вам расскажу, как я себя чувствую уже в конце болезни, как она протекала. И как сильно меня бесят эти соцмониторинги и разные компании, поликлиники, которые мне звонят, чтобы узнать, как у меня дела. И прикол в том, что они звонят во время очень важных дел. Например, у меня звонок по зуму, или дистанционный урок, или я в душе, или я сплю. И они всегда звонят, говорят вот примерно такие фразы. Здравствуйте. Как у вас самочувствие? Я говорю, я сейчас не могу разговаривать. Прямо сейчас у меня идет урок, типа учеба. Мне говорят, а как у вас учеба может быть, если у вас больничная? Я говорю, у меня дистанционный урок по зуму. Они такие... Понятно. Ну и вот так вот у нас проходят с ними разговоры. Они всегда спрашивают одни и те же вопросы. И прикол в том, что постоянно нужно делать эти... Проходить идентификацию, реально ли ты дома находишься. И нужно фотографировать себя, что очень тоже странно. Мне это приходится делать, не знаю, раз пять в день. Зачем? Вот про что я говорю. И я полчаса назад отправляла это дурацкое отслеживание. И вот они опять меня просят. У меня уже прошла боль в носу, которая была. Я думаю, что это из-за капель. Я не принимаю никакие таблетки сейчас. Даже Рустем пьет Робидол. Но я не пью коронавир, который нам выдали. И единственное, я не чувствую запах улицы, когда мы, например, открываем окно или запах после дождя. И это пока для меня сложно. Но очень близко духи я чувствую. То есть потихоньку запах возвращается. Вкус уже вернулся. Я думаю, и никаких отклонений хорошо у меня не случилось. Это очень странно, что у Рустема пришел децептный тест, хотя он находится в контакте со мной. И мы не разъединялись ни на один день нашего карантина. Просто потому что... Ну, зачем? Уже если Рустем был заражен, то это случилось. Но очень странно, что Рустем не заразился. Я думаю, что я заболела коронавирусом только потому, что у меня был ослаблен иммунитет из-за стресса. Поэтому я вам желаю даже не больше здоровья, а сколько следить за своим иммунитетом. Потому что как только вы его ослабляете с помощью алкоголя или с помощью стресса, в основном это все на нервной почве происходит, то к вам сразу же липнут разные заразы и инфекции. И это произошло со мной, поэтому я не желаю и не хочу, чтобы это было у вас. Я очень рада, что это у меня прошло в легкой форме. Я думаю, что я могла вообще не заразиться и вообще не сидеть на этом карантине. Хотя мне очень понравилось. У нас еще 4 дня до последнего, надеюсь, нашего теста на коронавирус, который должен быть отрицательным. Но я просто понимаю, что я могла не сидеть на этом карантине, если бы я следила за своим иммунитетом и не так сильно нервничала по каким-то вопросам. Поэтому вам из будущего, говорю, пожалуйста, не нервничайте, потому что это убивает иммунную систему и это нехорошо для нашего организма. Все будет хорошо, главное не стосуйте. И я, конечно, думала, что на карантине я буду больше снимать, но я лежала без сил, мы очень много спали. Я так говорю, будто бы он уже кончился. Нет, он еще не кончился, у нас несколько дней. Но я уже чувствую, что, во-первых, я не заразна 100%, потому что у меня уже прошел инкубационный период. И, во-вторых, я уже чувствую, что я выздоровела и осталась совсем немножко... Я хорошо себя чувствую, у меня нет этого болезненного состояния, которое было даже в начале моего болезни. Напишите в комментариях, если вы хоть как-то контактировали с коронавирусом. Я вот лично очень боялась говорить людям о том, что я не болела коронавирусом и вообще очень давно не болела, потому что у меня какой-то заскок в голове. Я думаю, что если люди это услышат, то я скоро заболею. И вот я настолько боялась всем рассказать, что я уже там два года не болею. И вот я заболела. Ну как заболела? У меня просто нос немного странно себя ощущал. И также я не чувствовала запахи и вкусы. Поэтому я думаю, что это болезнь. Но у меня не было температуры, у меня не было вообще никаких отклонений особо, кроме запаха и вкуса. Тем, кто прямо сейчас болеет и с кем у нас совпали карантины, я желаю только выздоровления. Я очень рада, что у меня прошло все в легкой форме. Я думаю, что после того, как пройдет полгода примерно, и мои антитела скажут мне до свидания и покинут мое тело, мы сделаем прибивку. Вот. А у Густема не знаю, как антитела. Для меня это, конечно, загадка природы, как он не заболел. Пожелала всем, кто болеет, выздоровление. А тем, кто не болеет или уже переболел, следите за своим иммунитетом и не нервничайте. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, очень скоро. Пока.